Он будет отвечать за безопасность самарских пешеходов и автомобилистов. На пересечении улиц Александра Матросова и Ставропольской появился комплекс новых светофоров, который полностью регулирует перекресток. В прошлом году этот участок был признан предваринным, так как здесь произошло два ДТП, в которых пострадали люди. Ранее в периметре перекрестка имелся светофорный объект лишь с желтым мигающим сигналом, который разрешает движение, но при этом предупреждает об опасности, информирует о наличии нерегулируемого перекрестка, пешеходного перехода. Отметим, что в 2024 году улицу, на которой появились новые светофоры, отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». После проведены дополнительные работы. Эти светофоры обеспечат безопасный подход к социально важным объектам, в том числе и к детской школе искусств. Там достаточно интенсивное пешеходное движение, также интенсивно транспортное, поэтому на данном участке едино светофорное регулирование, практически уже неделю светофор работает. В Самаре в рамках программы Министерства транспорта к автоматизированной системе управления дорожным движением подключено уже 180 светофоров. Стоит также отметить, что в городе не только устанавливают абсолютно новые светофорные объекты, но и усовершенствуют имеющиеся. Кроме того, меняют режимы их работы. Большей частью мы делали модернизацию светофорных объектов. И делаем это установку дополнительных секций для поворотов, выделения отдельных фаз левых, правых поворотов. Ну и замена старых секций на новые, где местная секция при запрещающем сигнале говорит красный круг. То есть для того, чтобы водители не ошибались в сигналах светофора и, соответственно, при неразрешенном левом или правом повороте не осуществляли маневры. То есть для этого показывают стрелки. Чтобы технические средства организации дорожного движения максимально эффективно справлялись со своим функционалом, их устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТа и правил дорожного движения. А перед формированием перечня работ и адресных списков сотрудники профильных городских департаментов во взаимодействии с госавтоинспекцией проводят мониторинг, занимаются анализом дорожной ситуации. Техническое задание, которое Департамент транспорта администрации Самары подготавливает и согласовывает с ГАИ, реализует Департамент городского хозяйства и экологии. Жители Самары рады, что дороги становятся безопаснее благодаря ремонтным работам и оснащению средствами организации движения. Они помогают контролировать алгоритмы перемещения пешеходов, личного и городского пассажирского транспорта, а также влияют на увеличение пропускной способности маршрутов и, соответственно, минимизацию дорожных пробок и оптимизацию транспортных потоков. Очень хорошо довольны. Раньше как-то опасно было, туда-сюда смотришь, а это спокойно. На объектах, обновленных по НАСПроекту безопасные и качественные дороги, со всеми задачами справились. На других дорогах некоторые виды работ в части оснащения еще продолжаются. Это касается, например, установки дорожных знаков, монтажа секций светофоров, нанесения разметки. Искусственные дорожные неровности для принудительного снижения автомобилистами скорости при подъезде к пешеходным переходам уже устроены. Представители профильных городских ведомств совместно с сотрудниками ГАИ определили 123 участка, где требуется провести работы. Из них 18 места концентрации ДТП. Там уже все выполнено. На остальных участках готовность составляет более 60%. Контроль за ходом работ с состоянием участков и дорожной обстановкой организован на постоянной основе. Полина Чулякова, Николай Сидоров. События. Продолжение следует...